Шесть болевых, шесть победных поединков и высшая награда соревнований. Таков итог выступления зареченца Александра Канадчикова на первенстве общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России по самбо». Состязания прошли в городе Коврове. Эта золотая медаль для Александра особенно важна. Она дала ему право выступить на первенстве страны. Получить путевку на эти соревнования спортсмен пытался еще в августе на восьмой летней спартакиаде учащихся России. Но тогда из-за травмы он остановился в шаге от победы. На этот раз, несмотря на высокий уровень мастерства участников, равных Александру Канадчикову не было. Тутнее всего, наверное, всегда бороться с Москвой и с Питером, потому что это очень крупные такие города, спортивные гиганты, так скажем. И их много, и каждый борется сильно, хорошо. У них на место 5-6 конкурентов, скажем. И поэтому с ними всегда тяжело бороться. С представителями Санкт-Петербурга и Москвы Александр встретился в полуфинале и финале соответственно. Победителем соревнований в Коврове стал еще один заречнец Илья Затылкин. Он выступал в весовой категории до 72 килограммов. Илья провел 7 поединков и во всех одержал победу. Финальную схватку он выиграл с явным преимуществом. Он в этом году боролся на турнире международной победы. Сделал ему болевой практически на первых секундах. Где-то даже минут прошла от поединка, перевел борьбу в партер и сделал болевой. Теперь Илье Затылкину, как и Александру Канадчикову, предстоит выступить на первенстве России. Путевку на эти соревнования получил еще один воспитанник школы «Самбо-Русь» Никита Мурзаев. Он принял участие в первенстве Приворского федерального округа в Кстово. В первом поединке наш спортсмен проиграл сопернику из Сызрани. Так получилось, что борцы снова встретились в финале соревнований. В начале схватки преимущество было на стороне противника. Остается 40 секунд. Вижу, он уже устал. Делаем бросок на два балла, переднюю подножку и накрываем на удержание. И у меня нервы уже сыграли. Якобы нельзя проигрывать, надо выигрывать, его отомстить надо. Открываем на удержание и он сдается. Зареченские самбисты блестяще завершили 2017 год. Теперь им предстоит готовиться к новым соревнованиям. Спортсмены приступят к тренировкам совсем скоро. Они придут в зал уже 1 января. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».